Шоппинг для ленивых. Так в народе окрестили покупки через интернет. Однако тот же интернет пестрит рассказами про то, как вместо заказанного товара в посылке оказался кирпич или еще что похуже. Как обезопасить себя, совершая онлайн-сделку? И куда обращаться, если присланный товар оказался ненадлежащего качества? Ответы на эти вопросы мы получили в Чувашском отделении Роспотребнадзора. Книги, одежда, ювелирные украшения и даже девайсы для любимого дела. Сегодня приобрести в интернете можно практически все. Однако и здесь есть свои вполне оправданные исключения. Оружие, сильнодействующие или ядовитые вещества. Алкоголь через интернет нельзя продавать. У нас всего четыре обращения в суды были по чувашским именно сайтам, которые продавали алкоголь. Все они заблокированы. Роспотребнадзора привлечена еще к административной ответственности. Некачественным может быть не только алкоголь, купленный через интернет-ресурс. По статистике, каждый 20-й товар, приобретенный таким образом, бракованный. Получив такую вещь, важно помнить о том, что законодательство на стороне покупателя. Покупатель вправе отказаться от товара в течение трех месяцев с момента передачи товара. Если же приобретенный товар оказался ненадлежащего качества, то применяется положение закона о защите прав потребителей. Согласно данной статье, покупатель может вернуть некачественный товар, приобретенный дистанционным образом. А продавец, в свою очередь, обязан выплатить его полную стоимость. В интернет-пространстве все чаще и чаще появляются новые торговые площадки. Не все они зарегистрированы, как юридические организации. Сегодня на стадии разработки находится новый законопроект, направленный на регулирование их деятельности. Речь идет о так называемых товарных агрегаторах, электронных площадках, на которых совершаются покупки дистанционно. Законопроект возлагает на агрегатор обязанность по доведению необходимой информации до потребителя. В случае нарушения агрегатора метавитаревания, он будет нести перед потребителем гражданскую правовую ответственность. И все же, чтобы обезопасить себя от интернет-мошенников, достаточно соблюдать несколько простых правил. Покупая товар в сети, стоит отдать предпочтение проверенному интернет-магазину. Он не станет жертвовать репутацией, отсылая некачественный товар. Ни в коем случае не сообщайте продавцу свои паспортные данные и не приобретайте товары и услуги через социальные сети. В случае, когда продавец через интернет-аккаунт получал деньги и удалял страницу, далеко не единичны. Дарина Игнатьева, Сергей Адушкин, Республика.